привет друзья села в очередном пабе хотела с вами поговорить опять говорю тихо хотела поговорить с вами кругом люди знаете меня посадили там все занято а вокруг меня все люди люди как-то даже не знаю как я смогу с вами разговаривать купила капучинок знаете как обычно и вот хотела посидеть поговорить были мысли кое-какие но наверное придется допить кофе выйти а потом уже тогда с вами поговорить что-то показать а вот если хотите сейчас вам дам послушать как разговаривают англичане вот слышно вам не слышно я сделала я думаю что вам будет слышно друзья не ничего не получается я уже и палку селфи пристроила но нет вышла из паба не получилось у меня там с вами задушевная беседа на которую я рассчитывала пап вот такой маленький видите называется pointer собаки по моему порода это вилочный черч сейчас я вам ее покажу и расскажу что за нее черч кстати в пабе мне не рассказали что тут такой шикарный гарден у них вот место как обычно на улице вот посмотрите как тут здорово и можно посидеть было надо сюда мне вынести кофе и мы с вами тут прям задушевно поговорили даже и не знаю но я уже кофе свое выпила ну вот посмотрите как здесь здорово здесь вот такие вот ночные фонарики здесь подушки красивые и даже вот пледы видите если прохладно берете плед укутываетесь и сидите вот в такой веранде ой великолепно мне очень нравится друзья или можно там на солнышке но я не знаю этого все пропустила придется идти вам показывать не учерч как обещала вот так смотрится этот пап обычный английский пап видите написано pointer in опять in значит какие-то может быть места предоставляют они ну вот деревушка нью-черч тоже как обычно вдоль дороги центральный мейн-роуд посмотрите и вот впереди у нас это новая церковь как вы понимаете не учерч это новая церковь сейчас я вам покажу ее поближе ну вот такая новая черч и нью-черч на самом деле нью ей всего тоже порядка двухсот лет как-то помню мы хохотали по этому поводу с мужем когда он меня повез тоже показывать остров и говорит вот это вот новая черч это нью-черч новая церковь и называется вот этот городок тоже новая церковь как бы вот ну так как церковь построена ее именем названа маленькая деревушка вокруг я обрадовалась говорю боже а какая она современная новая я хочу посмотреть он расхохотался говорит но она была когда-то новая когда ее построили и назвали новой так как все остальные были очень старые вокруг а теперь то она уже и наверное лет двести и так смеялся надо что я подумала что это какая-то современная церковь раз она новая такой красивый вид туда опять в долину ландшафт красивый вот сейчас зайду в эту нею черч если она открыта церковь открыта немножко другая архитектура вот ничего себе новая называется да ну давайте немножко посмотрим вот что тут уже наверное все что я вам рассказывала вы предпримерно но дары видите принесенные с фермы крестильная купель все вы уже знаете вот кстати удивляет меня я уже не первый раз вижу вот над дверями церквях такие вот какие-то старинные картины написано 1700 год и какой-то лев с человеческим лицом и какой-то козел леди на рук а то это единорог у него там вроде рожек виден вот так смотрится алтарь вы знаете вот мне тут подписчики мои пишут что я не права говорю католические церкви это протестантские ну да в общем то религия здесь большинство протестантов и сама королева английская протестантскую религию проповедует вот но вот почему-то церкви называются католические друзья никогда не слышала чтобы назывались английские протестантские церкви говорят английские католические церкви я опять же не берусь тут знаете говорить что я права во всем я абсолютно не знаю я человек неверующий поэтому ничего не могу я вам сказать больше я только знаю что называется церкви католические а там уж как вам самим нравится вот пожалуйста опять подушечки вышитые видите это все то что я вам уже показывала в любой церкви можете найти женщины английские занимаются вышивать вот пожалуй еще обращает на себя внимание вот этот вот лебедь я обычно видела орлы это держатель как типа трибуны держатель там книгу держит там подсветка видите обычно я видела орлы в церквях первый раз вижу вот лебедя такого огромного тоже интересно видите какой лебедь с лебедятками хотя это не лебедятки а какие-то странные птицы все почему-то его клюют прямо туда под перья ну и здесь посмотрите это вот огромная книга псталтырь видите псалм псалм 20 21 вот читает псалмы книга огромная друзья посмотрите мне конечно надо все потрогать вот оригинальные кстати букеты здесь видите это я так понимаю уже осенние праздник урожая очень здорово сделано вот и второе окно тоже видите аналогично вот здесь такая красочная это все настоящее друзья лавровый лист подсолнухи пшеница внизу даже вон морковка и тыковки и верба здесь оригинальный такой букет композиция ну и пожалуй последнее что здесь заслужит внимание я бы хотела вам показать это вот такая вот штука посмотрите я думаю вы знаете что это такое да друзья это каждая веревка ведет колоколу вот там они наверху в среде в центре зацеплены но есть такие большие крючки снимается как собирается раз два три четыре пять шесть шесть колоколов да шесть вроде да господи шесть или семь раз два три четыре пять шесть шесть а вот снимается встают шесть человек отсюда по кругу молод и они начинают звонить в колокола этот колокольный перезвон ему учат специально и и они очень любят этим заниматься много волонтеров занимается сейчас выйду покажу вам эти колокола на колоколинке ну вот там вот если вы видите эти веревки и вот это колоколинка вот за этой вот белой какой-то странный непонятной штукой там колокол а почему она так вот белым сделано обито я не знаю ну вот тем не менее звонят колокола там внутри здесь такой небольшой церковный дворик типа церковный садик так как то так если вам видно он в тени здесь но ничего особенного обычно кустарник как обычно у них но мне вот нравится лавочки но и вот такой вот вид с другой стороны обычная церковь мне к сожалению против солнца плохо может быть и вам не видно тоже но вот так этот взор на эту церковь здесь наверное потому что она все-таки new черч даже нету и никакого кладбища вон одна какая-то там плита и все больше захоронений нет и сколько конечно здесь у нас найло вайте церквей я просто даже затрудняюсь ответить потому что как вы видите в каждой малюсенькой деревушке каждая вилочь в каждой в каждом городе но в городе то вообще не одна а по нескольку церквей в каждой в каждом приходе своя церковь очень много церквей друзья а вот сами англичане уже и не верят все прошло лучшем случае скажут вам я агностик сейчас это модно ну все друзья пока пока а